Растения в саду, у них тоже есть соседи. Одних они обожают, с другими стараются быть подальше. Вот как посадить свой сад так, чтобы все соседи были добрыми и хорошими? Этот вопрос я задаю Марике Колесовой. Здравствуйте, Марика. Да, это то же самое, что в человеческой жизни. Какие-то растения с растениями комфортно. Как мы приходим, например, в семью, там муж, жена любят друг друга, им комфортно живут. Или в коллективе бывает один человек такой, ну никак с ним не комфортно, даже охота отодвинуться. Мы там можем отодвинуться. А растения нет. Да, да, в природе-то уж как получится, а тут-то мы должны создать им условия, чтобы им было совместно хорошо. Ведь аллелопатия это такая вот хитрая вещь. Это не то, что мне некомфортно с тобой. Но бывает так некомфортно, что одно растение перестает плодоносить, а может и погибнуть. Поэтому это очень важно. Вот когда мне говорят, смородина красная не плодоносит, а что у вас рядом растет? А если косточковая вишня, вишня, черешня, все, это там не будет смородины. Да, то есть вот, например, яблони, груша между собой, вроде бы семечковые, да, они уживаются. Да, яблони хорошо с грушей, а груша как-то вот не очень комфортно. Не очень с яблони. Да, зато с кленом ему комфортно. Клен, если его стричь, посадить декоративный клен в плодовый сад, это же интересно, когда у нас идет совместно, не отдельно там декоративники, а отдельно плодовые. Это совместимость растений, что в огороде, что в саду, интересно же наблюдать. Клен можно подстригать, и тогда вот груша там с кленом, вот там заблагоухая. Вот, а, например, вот такое растение, как орех. Оно же в наших краях тоже хорошо растет, хотя это манджурский орех. Мы дальше пойдем, покажу у меня орешник. Иногда его садят в плодовый сад. Вот это моя посадка 15-летней давности. Посмотрите, ему здесь некомфортно. И место неудачно выбранное. Почему? Потому что, хотя вроде это и окраина сада у меня здесь, да, но орехи сами по себе, знаете, такие растения, они выделяют природный пестицид. Что это такое? То есть, ну, тот же раундап, который подавляет растительность. А у них в корнях находится этот природный раундап, в листьях находится. И они подавляют рост всего, что будет расти рядом. То есть это не ореху здесь неудобно, а неудобно окружающему? Да, ореху неудобно, здесь низинка. А, вот поэтому. Да, если посмотреть, сад повыше, ему неудобно из-за того, что я неправильно выбрала место 15 лет назад, да. А остальным плодовому саду неудобно, потому что орех рядом. То давляет их рост. Да, да, и даже вот со временем трава под орехом, она будет реже расти, чем под плодовыми деревьями. А сзади меня облепиха. Да, вот можно подойти посмотреть, кстати, различия найти, да, мальчик-девочка. И облепиха тоже такое растение, которое ни с кем практически не уживается. Марик, а вы сказали, что можно как-то визуально определить, мальчик или девочка, еще при покупке, да? А как это сделать? Да, это можно определить по почечкам. Вот если подойти посмотреть почечки у мальчика, они, видите, такими шишечками. Тут засохшие почечки, но их видно, они как шишечки. А у девочки они более продолговатые. Даже вот при наличии листвы, говорят, только весной. Ну да, но тут почки видно. Мальчик нужен один на 5-6 девочек. Вот у девочки видно, да, плоды, ягод много. Да. Вот, в принципе, у меня еще где-то подсажена тоже девочка. Когда говорят, что, ну, где мне взять мальчика, не могу купить. Ну, в радиусе 20 метров у соседей есть, этого достаточно. Все нормально. Даже можно отломать веточку мальчика, поставить в бутылочку с водой, а бутылочку подвязать в крону. Это когда цветет мальчик, да, он опылит девочку. Вот это ну-хау. Да, ну, облепиха тоже такое растение, тоже не особо с кем уживается. Как и виноград тоже никого не любит. Есть такие, вот, себя люблю. Вот, и облепиха тоже место надо подобрать, чтобы не топило. Вот здесь у меня не очень удачная, в плане того, что у меня здесь подтопляемый участок. Когда весна, воды не так много, это вроде хорошо, да, дольше влага будет стоять. Ну, то есть тоже надо найти место. Облепиха мы с вами знаем, агрессор, и поэтому она у меня на окраине, это у меня живая изгородь, да. Здесь у меня и орехи, и облепиха вроде бы. Вроде бы все нормально. Вот, пойдемте дальше смотреть, кто с чем уживается, кто с кем не уживается. Марика, вот вы сказали, что маньчжурский орех угнетает, а вот обычный орех, вот, то, что свойственно нашим садам почти всем, он угнетает или нет? А то у меня там вот виноград посажен рядом, я вот наблюдаю за ним, и что-то он как-то развивается не очень. Да, это орешник, это вот три орешка для золушки, да, это не фундук, как все называют, да, орешник. Вот тут у меня разные сорта еще посажены, это краснолистый, он по весне весь такой бордовый, а потом немножко выгорает. И сейчас сразу... И сейчас орехи красные вот уже, розовые. Да, да, там вон и сильно, они розовые. Розовые, красные орехи. Да, вон их тут много по дереву, если посмотреть. Чтобы был урожай, я на ваш вопрос отвечу сразу, просто чтобы не потерять мысли, чтобы был урожай, надо сажать несколько. Несколько сортов или несколько штук? Он сам по себе тоже будет давать урожай, там и сережки мальчика есть, там и цветочки девочки, но это будет немного. Как всегда пишут, самоплотный, ну это значит, не много, не полный орех, не большой орех. А когда рядом у меня обычный видовой и сортовой посажен, видовой хотя бы через 2 на 3, вот они у меня через 3 метра, и высота 3 метра, и прекрасно живо изгородь, соседа не видно, да. То это, конечно, урожай будет везде, и много в кисти будет, и орехи плотные. То есть правильно я понимаю, что должны быть разные сорта? Разные, хотя бы, да, хотя бы с разных питомников, потому что все равно оно же размножается. Что-то орехом, да, обычный видовый, но это ладно. Но подавляют они все, то есть все орехоплодные. То есть виноград сидит не там. Да, пока они маленькие, зона угнетения маленькая, да, когда он вырастет, особенно манчжурский, он же как дуб, 10 метров там в диаметре будет, и это все по проекции кроны, это все будет подавлять. Хотя, с одной стороны, манчжурский орех, посаженный около дома, под ним даже мухи не летают, даже, ну вот этих всех, а водушка, омаров. Можно место для отдыха там сделать. Да, 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 вот как раз около беседки и хорошая тень будет, например, да, вот это да. Значит, пересаживаю я свой виноград. Кого-то, да, или виноград. Вопрос, куда? Ага, сразу про виноград, правильно. Значит, смотрите, винограду в наших условиях, да, мы будем сажать сверхранние сорта, это понятно, у которых 90 дней, вот этот период солнца активного нужен, да. И сажать, конечно, надо так, чтобы виноград был на южную сторону, солнышком освещался, иначе ягода будет кислая, сахаров не наберет. А чтобы с задней стороны хорошо бы было какой-то или забор, или поставить... Вот я так и посадила, но оказывается, не к тому дереву. Да, можно поликарбонат сзади поставить, да, забор, забор, поликарбонат, где виноград, надо его подвязывать в проволочку, надо сделать, чтобы ему было, знаете, чтобы тепло было. Вот, потому что его надо будет формировать горизонтально, убирать лишние листочки, чтобы кисти освещали солнышком. Хорошо в наших условиях виноград мало болеет, вот это радует, да. Итак, возвращаемся в сад. Орех уже мы все поняли, что не нужно ничего рядом сажать, потому что будет угнетать. Есть ли еще что-то в саду, что также угнетает другие растения? Да, есть то, что не любят ни яблони, ни груши, ни вишни, ни сливы, пойдемте покажу. Золотистая смородина. Что же это? Да, золотистая смородина. Вот у меня три кустика золотистой смородины, раз, два, три. Вот обратите внимание, это желто-плодный сорт, сейчас они созрели, очень вкусные. И вот это как раз то, чего не любят. Ни яблони, ни вишни, ни сливы, ни груши. У нее лист какой-то другой у этой смородины. Да, они вырастают очень вкусные, попробуйте. Что желтые, что красные. Три разных сорта. Тогда они будут плодоносить обязательно так же, как жимолость. Мы с вами знаем, два это мало. Потому что если ветер будет идти против, не опылить друг друга. А когда посажено треугольничком, как и жимолость, так и смородина, вот эта золотистая, посажена треугольничком. Вот. То есть жимолость тоже надо треугольничком сажать? Ну да, потому что, представьте, дует сильный ветер в одном направлении, а в это время цветут, не опылятся. Вот такие вот мелочи, они дорогого, конечно, стоят. Потому что вот я, как думаю, что и многие, посадила в один ряд. Правда, в другом месте у меня есть еще один ряд. Но уже подальше чуть-чуть. Но если метров 20, это нормально. И потом, смотрите, когда говорят, смородина красная, посажена рядом, черная, накормлена, напоена, не плодоносит. Ну да, красная, черная, смородины не будут вместе плодоносить. Не дружат. И даже с крыжовником. Не дружные соседи. И даже с крыжовником, и даже с малиной. Вот это все ягодные кустарники, вроде, всегда как-то планируют где-то посадить вместе. Но они друг друга угнетают. То есть делаем хорошо, кормим, казалось бы, что тебе надо. Ну вот, корнями. Черную смородину отдельно. Красную смородину. Белую. Белая, это красная относится. Белая, красная относится. И розовая, это даже, да. И золотистую смородину тоже отдельно. Да, и самое главное, отдельно. Хорошо бы сразу от сада. Почему? Когда вот высаживает сад, представьте, молодое деревце, там, метр высотой, отступили, там, 3-4 метра. А тут пусто. Давайте-ка я кустик посажу смородину. Я рассказываю свою историю. Да. А потом, когда это все поднялось, этот кустик стал в тени. Он не плодоносит. Даже вот сейчас пойдем к смородине, ой, к рыжовнику. У меня крыжовник сидит со сливами. Все учтено, крыжовник сливы сочетается. Да? Смородина с вишнями не сочетается. Это мы знаем. Поэтому подальше от косточкова сада. Вот. В принципе, это несложно соблюсти. Даже знаете как, когда мне говорят, а что мне делать? Если у меня вот растет вишня, а вот рядом с ней там растет смородина. Но как? Вот опять же, рядышком понятие такое растяжимое. Проекция кроны вишни. Там заканчиваются всасывающие корешки. Отступите метр. И там, если будет расти смородина, то это уже нормально. Проблем не будет. А если еще между ними вы посадите того, кто дружит с теми и с теми, да, будет такой стороной, которая все выравнивает. Соединяющей. Да, объединяющей. То тогда тоже нормально. Вот. В конце концов, ну, если уж как у меня получилось, рядышком посажена была слива маленькая, посадила крыжовничек, крыжовник плодоносил до тех пор, пока слива не стала притенять. Ну, выход-то какой. Можно кого-то пересадить. Понятно, не сливу. Вот я и хотела спросить. У меня-то близко от яблони посажена золотистая смородина. Можно во взрослом состоянии ее пересаживать? Вы знаете, вот я бы ее, вот смотря сколько лет, до трех лет вы нормально ее и выкопаете. Это куст вообще высокорослый, да, вот этим кустам, наверное, года четыре. И они вымахают еще. Золотистая смородина вообще хороша для живой изгороди, как орешник. Но это будет низкая живая изгородь. А еще и плодоносище. А когда цветет весной, аромат вот этих желтых цветов, французские духи. Это очень вкусно. Как лук серебристый цветет, пахнет французскими духами. Так золотистая смородина. Поэтому вот на стадии закладки сада надо это все, конечно, учитывать. И вот я еще хотела сказать, что когда у тебя рядом сосед, и ты рядом с забором посадил свои яблони, а сосед посадил свои, то рано или поздно они начнут соперничать за солнце. И возможно, что выиграют яблони соседа. Поэтому тоже надо учитывать и это. Но там другие законы. Мы же с вами узнаем, да, как соблюдать в дачном и прочем там этих местах расстояние дерева от забора 3 метра, кустарника 1,5 метра. Ну, если нельзя, но очень хочется, то мы иногда пренебрегаем этим. Но природа все равно нам показывает. Ну да. Соблюдайте правила, и тогда у вас будет урожай. Да, учитывайте потребности каждого растения в саду. Ну, потому что, ну, обидно. Много лет ухаживаешь, а урожая нет. Это ладно, что они еще как соперничают. Но ведь может довести до того, что одно растение погибнет. То есть получается, Марика, что на маленьком-то участке у нас все наши 5 суток сад. Иначе ты просто не сможешь садности. И вот вперемешку, очень хорошо вперемешку. Не надо вот так, что я хочу вот здесь сад, а здесь огород. Но тоже вот смотрите, если под яблони, многие, вот я в таких маленьких участках, 2-6 суток, видела яблоню, а под ней, чтобы место не пропадало, высаживают картошку. Вкус. И здесь они не соперничают. Картошка ухудшает вкус яблонь, и они храниться не будут. Мы же с вами знаем, если храним в одном кессоне урожай картофель, урожай яблок, яблоки ускоряют, ну, то есть картошка ухудшает вкус. Так и здесь они пока растут. Картофель, вот, он же зона корней, влияет на яблоню, вкус яблок ухудшается. Ну, и всегда нужно помнить о том, что когда-нибудь ты со мной яблонь будешь собирать столько яблок, что они у тебя даже будут оставаться, поэтому не сажайте на маленьком участке 6 или 10 яблонь. Достаточно. 10 кустов смородины. Так вот, я кому-то рассчитывала, на 6 соток достаточно 1 яблоню летнюю, 2 яблони осенние, или 1 осеннюю, 1 зимнюю. 50 ведер с одного взрослого, сильнорослого подвоя. При хорошем ходе. Да, груши. Опять же, надо 2. Почему? Ну, если есть у соседа, можно и одну. Даже самоплодная урожай 10 штук груша. А если у вас есть у соседа или у вас другой сорт, тогда будет урожай хороший. Но ведь есть еще и много сортовые деревья, где прививают, или сами научитесь, это несложно. На 1 штамп привить 2-3 сорта. Также на сливы, когда говорят, а у меня есть слива вот такая, есть алыча, этого достаточно. Но это как яблонь и грушу, друг друга не опыляют. Слива русская это одно, слива домашняя это другое. Да, также и с вишнями, кустовая, войлочная, обыкновенная. Они не опыляют друг друга. И поэтому надо, да, вот 2 сливы или 2 алычи посадить, или одно дерево сад, на котором 3 сорта. Вопрос решен. Да. Марика, про картошку все понятно. Вкус яблока ухудшится. А что можно сажать? Вот я смотрю, у вас крыжовник, как он себя чувствует под большим деревом? Да, вот ему уже больше 10 лет, и посажены были маленькими прутиками, что сливы, что между ними крыжовники. И что получилось? Плодоносит одна веточка, в которой достается солнышко. Потому что остальное находится в тени. Видите, им совместно хорошо расти, но плодоносит не дает отсутствия солнышка. И поэтому придется мне осенью выкопать и пересадить в другое место. Спасибо огромное, Марика. Сколько, оказывается, всего нужно учесть при посадке своих растений. Но теперь мы все это знаем, вооружились знаниями, и безусловно добьемся идеального сада. И, конечно, громадных урожаев. Да, точно. И вам тоже это желаем. Спасибо.